Боевая бабушка Комуна – гордость флота России, старейшее в мире судно, спасающее подводные лодки. Сейчас Комуна помолодела, оснастилась новой аппаратурой, спасательным роботом и выходить на пенсию не собирается. Она главная героиня круглого стола, организованного Севастопольским морским собранием. Комуна сегодня перешвартовывается на минную стенку для посещения горожанами и гостями города. Так что, я думаю, это самый лучший экспонат будет в сегодняшнем мероприятии. Со дня постройки на Комунино, севшие тогда имя Волхов, долго ходила легенда о золотой заклепке, умело закрашенной. Только спустя годы выяснилось, это хитрость боссманской команды. Для того, чтобы личный состав лучше чистил судно. Золото до сих пор так никто и не нашел. Флот богат традициями, флот богат своей историей. В том числе, легенда о золотой заклепке, она тоже относится к разряду легенд. Я не отбрасываю эту мысль и идею. Наверное, в отдельные времена, может быть, это являлось стимулом для поддержания высокой морской культуры и порядка на судне. Сами не пробовали найти? Нет, не пробовал. К сожалению, нет. На заседание груглого стола прибыли представители комиссии по морскому наследию, морской коллегии при правительстве России. Черноморцы готовы плотно сотрудничать с ними. От имени командования и военного совета Красностранственного черноморского флота мне очень приятно принимать столь уважаемую комиссию, столь уважаемых людей. Председатель столичной делегации объяснил суть миссии, с которой гости прибыли в Севастополь. Начинается важный этап в исторической жизни города. Море хранит много тайн, их нужно открыть. И сберечь все, чем богат Черноморский флот. Для Крыма, для Севастополя особенно, морское наследие – это тема бездонная, если можно так говорить. Это история, уходящая очень глубоко, и поэтому здесь по теме нашей комиссии очень много материала. Самая главная задача, конечно, это сохранение морского наследия для того, чтобы продолжать традиции наших предков, развивать эти традиции и тем самым не прерывать связь с времен. В итоге комиссия приняла решение обращаться в морскую коллегию с просьбой признать старейшее судно флота коммунно-уникальным объектом культурного наследия России с постановкой на государственный учет.